22 числа заходят азербайджанцы там в оружейке копали что-то, ну искали что-то, потом кто-то решил бункер открыть. Открыл он эту дверь, я снизу крикнул, не открывай дверь. Он не понял сначала, но он же знает, уже 10 дней они тут, никакого звука и кто-то. Я говорю, не открывай дверь, буду стрелять. И он как бы открыл и вышел. Я говорю, никто, другую дверь хотели открыть. Я крикнул, никакую дверь не открывается, и стрелял одну, так и умею, слепую. Гранату кинули оттуда. Как бы, слава богу, попала большая часть в меня, несколько освалков, 5-6. Я думал, уже все, конец. Снял свой телефон, сломал. Ну, чтобы как бы я думал, когда, чтобы, ну сразу я подумал, чтобы номер жены не звонили. Ну, какое ты думаешь, там, да, фотка моя с женой, не знаю, там. Сломал телефон, у меня началась перестрелка там. Я крикнул, откуда кто-нибудь по-русски понимает. Он сказал, да, понимаю. Говорю, можно тебя попросить? Говорю, как солдата, как честного человека, который человек имеет честь, говорит, попроси. Говорю, когда нас убьешь, говорю, когда мы уйдем здесь. Пожалуйста, можешь наши трупы отправить в Армению, чтобы наши родители могли похоронить нас. И у тебя есть мама, говорю, и у меня ты должен понять, что я сейчас хочу. Говорю, брат, никто тебя не хочет убивать, выходи, гам. И этот парень говорит, брат, говорит, не веришь мне, что я не убью тебя? Говорю, нет, естественно, как мне поверить тебе? Ты гранат. Ну, он подошел к люку, говорит, меня видишь? Я его на мучке держу, что непонятно, вот так, ну. Мое место так вот, да? Говорит, видишь меня? Говорит, смотри, я еще вперед иду. Ты пришел без брони жилета? Ну, он уже поставил на пол и сказал, смотри, говорит, я перед тобой стою, если хочешь, убей меня. Смотри, говорит, я тебе доверяю, ты можешь убить меня прямо сейчас, говорит. Ну, или если не убиваешь, говорит, то ты мне тоже доверяешь, поднимись, поговори. Этот момент, как бы, не знаю, я вышел тогда, ну, раненый был там, вышел, он сказал, ты куришь? Говорю, да, куришь, прикурил тебе сигареты один, не один, ну, я вышел, так посидели рядом, он понял, что я ранен, позвал.